МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...событий, которые стоит сегодня обсудить именно с точки зрения информационной работы с населением. Во-первых, очень много шума наделало участие Владимира Путина в молебне в храме на Святой горе Афон. И место, которое он там занял, это место, которое занимали императоры Византийской империи. Вот этот вот факт, вот это вот событие, оно на самом деле наделало шума на порядок, превышающего все, что было там с Савченко, все, что было с ПРО, хотя в конечном итоге это взаимосвязано со всеми глобальными процессами. И поездка Путина в Грецию, поездка Путина на Афон, из-за явления касательно Румынии и Польши, стран, которые начали разворачивать позиционный район ПРО, и фактически осуществлять угрозу в отношении Российской Федерации, вот эти вот все события, они как бы складываются в определенный узел, который, ну вот так вот снаружи до конца может быть и непонятен. Но тем не менее, сам факт того, что Владимир Путин мистически, ритуально оказался на месте, которое занимали византийские императоры, то есть фактически осуществилась все-таки глобальная религия, христианство и православие, это такой инструмент глобального управления, который указывает на то, что роль, которую играет Россия, и персональная роль, которую играет Владимир Путин и его команда по улаживанию мировых конфликтов, способных обрушить человечество, в климатическую, военно-политическую, промышленную, техногенную катастрофу, вот эти вот все проблемы, которые сейчас стоят перед человечеством, и методы, которыми Путин их решает, фактически вот в этом ритуале было дано признание того, что Россия играет сегодня на планете одну из самых ключевых ролей. А Царьград, как сердце Византийской империи, гора Афон, как сакральное место Византийской империи, это достаточно очень такой длинный историческая ретроспектива, которую, если обсудить и вспомнить мечту российских русских царей, которые мечтали вернуть Царьград во свое влияние, сразу вспоминается вопрос, а почему? Раньше в учебниках об этом не пишут. Что такое Царьград и почему он так называется? Почему он называется Константинополь, а сейчас Стамбул? В каком году османы захватили Стамбул? Что была за страна Византия? Какое она имела отношение к России? Вот эти вот все вопросы, они рассматриваются в современных учебниках достаточно куцевато, и современные молодые люди до конца не понимают значение Константинополя, значение горы Афон, а тысячелетняя традиция присутствия русских монахов, не российских, а русских монахов на горе Афон. Вот эти вот монастыри, которые построены русскими монахами. Самый, ну нельзя сказать старый, самый старый старец, который сейчас на Афоне, он русский, он выходец из Луганска, ему 104 года, и он на самом деле достаточно интересной судьбы. Вообще вот история русских на Афоне, она достаточно примечательна. Всех отсылаю к Википедии, просто даже вот почитать справки, которые там разбросаны относительно Афона, относительно тех правил, которые описывают, если, например, ни одного монаха не останется на горе, то эти земли передаются греческому государству, что после Второй мировой войны, когда оставалось минимальное количество монахов, то восполняли их количество выходцы с Западной Украины, с Почаевской лавры, вот оттуда русины. Это тоже достаточно интересные такие моменты истории, которые, вот если всю картину ими дополнить, то становится вот эта мозаика достаточно интересной, достаточно познавательной, и она описывает всю мировую политику сегодняшнюю уже совершенно, ну, с каких-то других акцентов, с других точек зрения. Поэтому вот это событие, оно на самом деле произвело очень большое впечатление на всех, причем на русских понятное, спокойное, с пониманием, что происходит, а на западников, и причем не только тех людей, которые живут по ту сторону границы Российской Федерации, но и западников у нас. Это вызвало определенную истерику, все начали писать, кричать, что Путина усадили на трон византийских царей, что это провокация, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что это событие непосредственно связано с решением Соединенных Штатов Америки и с началом строительства определенных объектов, связанных с системой противоракетной обороны. Этот спор между Западом коллективным, который олицетворяет Соединенные Штаты Америки, и Российской Федерацией, хочу напомнить, первоначальные отговорки американцев звучали примерно так, что поскольку Иран не подчиняется международным нормам относительно ядерной программы, то существует ракетная угроза из Ирана в сторону Западной Европы. И поэтому они строят противоракетный щит на территории Восточной Европы, которая географически, даже если посмотреть на карту, и по расстоянию от Российской Федерации, это на самом деле, ну, такое издевательство. И, безусловно, российские высшие руководства однозначно это понимают как прямую угрозу безопасности Российской Федерации. Нужно учесть, что противоракетная оборона это пусковые установки антиракет. То есть, если взлетает баллистическая ракета с ядерными боеголовками, она пересекает, она делает вот такую вот дугу, выходит в космическое пространство, потом снова входит в плотные слои атмосферы и попадает вот так вот по дуге в место прицеливания. И для того, чтобы этого не допустить, существует определенная система противоракет, которые наводятся, отслеживают. Там, естественно, существует мощная система радиолокаций, которая отслеживает полеты баллистических ракет. Так вот, пусковые установки противоракет, которые, по идее, должны быть направлены на сбитие баллистики, баллистических ракет, на самом деле в любой момент в течение 24 часов могут быть переоборудованы для запуска ударных ракет класса «Земля-Земля». То есть, причем с глубиной не только тактической, а практически оперативной. То есть это порядка 600-800 километров до 1000 и 1500. То есть, фактически, этот позиционный район проф является ударным инструментом для возможной глобальной атаки по территории Российской Федерации. И вот это вот решение Румынии и Польши начать строительство, ну, собственно говоря, подчинение Соединенным Штатам Америки, которые там по праву оккупанта распоряжаются. И, кстати, не допускают к своим установкам никого из местных аборигенов. Вот это событие и заявление, которое сделал в Афинах Владимир Путин, это, в общем-то, одна из основных событий, прошедших выходных дней. Путин предупредил и Польшу, и Румынию, что если эти страны до конца не понимают, что они вписываются в чужие расклады и становятся мишенями, то им стоит об этом знать. Вторым значимым событием, которое произошло на этой неделе, вернее, за прошедшие три дня, это, конечно же, пресс-конференция Савченко. И вот после этой пресс-конференции очень многим людям, особенно на Украине, стало немножко не по себе. Оказалось, что вот эта женщина с короткой стрижкой, которая отказалась рожать детей, которая, в общем-то, вела себя в определенные моменты не совсем адекватно, вдруг она на пресс-конференции показала, что это проект. Причем проект с достаточно длительной подготовкой. Такой, знаете, выращиваемый проект. То есть человек вдруг вышел на пресс-конференцию, вел себя совершенно свободно, совершенно свободно отвечал на любые вопросы. Причем вопросы, которые обычно задают политикам со стажем. Некоторые вопросы очень свободно, как подготовленный оратор. Говорит, вот этого я еще не знаю, но я изучу, и я думаю, что я сделаю адекватное заявление. Очень многие люди и политики, народные депутаты от ОПА-блока на Украине, они вдруг сделали заявление о том, что они берут тайм-аут. Они посмотрели на эту пресс-конференцию, и Рубинович, например, сделал заявление такое, что он берет паузу на 3-4 дня, потому что он вдруг увидел, что Савченко закончила галстучно-паркетный период в политике Украины. Это такое достаточно интересное заявление. Хочу сказать, что действительно, я специально посмотрел на Ютубе эту пресс-конференцию, ну, не столько с точки зрения содержательности, только с точки зрения понять, а действительно ли проект, какая подготовка, сколько времени вложили, как готовили себя вести. Я вам скажу, что, скорее всего, это длинный проект, и он начался, скорее всего, вербовка произошла еще во времена ВСУ, во времена службы в Ираке, и я думаю, что так людей вырастить быстро, ну, для такого вот поведения перед камерами, это достаточно непростая задача. В любом случае, посмотрим, что будет, в любом случае, вот этот вот размен, который вызвал, ну, я не знаю, ломку копий, споры со всех сторон, он на самом деле достаточно хитрая многоходовка, которая осуществляется не только Российской Федерацией, которая осуществляется вообще с точки зрения управления современной Украиной, а давайте посмотрим на современную Украину. Это страна, которая в 91-м году была лидером по промышленному производству. Это страна, которая, если отбросить другие постсоветские республики, просто по валовому продукту, производимому на ее территории, причем это промышленность, это космическая техника, это электроника, это автомобилестроение, она занимала без малого 40% мировых рынков в социалистической системе разделения труда. То есть с точки зрения концентрации интеллектуальных, рабочих, управленческих, инженерных кадров и инфраструктуры промышленности, это был один из самых развитых кластеров высоких технологий на территории всего человечества. Это в начале 90-х годов. Сегодня мы с вами наблюдаем четкую тенденцию, которая и так, и сяк описывается, обосновывается, но тем не менее такое чувство, что эту территорию, которая, естественно, является буфером между Россией и Западом, которая, во-первых, самая большая по территории европейская страна, она находится в сердце Европы, она имеет выход к Черному морю, она на самом деле обладает компактным белым населением, примерно чуть меньше 40 миллионов по разным подсчетам. Сейчас после ухода Донбасса и Крыма и после массовой эмиграции, бегства людей с этой неблагополучной территории, там менее 35 миллионов. Но в чем особенность этого населения? В отличие от населения других регионов, здесь сохранились определенные признаки еще советской системы образования. Здесь действительно живут люди, которые на лету схватывают, например, какие-то новые технологии, которые участвуют в разработке IT-технологий игр и всего, что связано с этим, кластером экономики. Здесь есть люди, которые отличные, ну, в городах, где развита промышленность, это Запорожье, Днепропетровск, там Донецк, Харьков и так далее, и так далее. Там на самом деле сосредоточен промышленный вот этот потенциал и люди из поколения в поколение, отличные фрезеровщики, токари, то есть те самые специальности, которые, во-первых, создают основную добавочную стоимость, и которые могут произвести хоть черта лысого. То есть начиная от ракеты Сатана и заканчивая, я не знаю, каким-нибудь квадрокоптером для скрытой разведки местности. То есть получается, что эта часть населения, она должна быть сохранена, она должна быть использована в целях Запада. И не будем забывать, что это русские люди, которые, если их продолжать промывать в таком же направлении, то они превращаются в русских, первичных людей с хорошим интеллектуальным уровнем, с более-менее хорошим образованием, если брать по всему человечеству, по всему ряду. Но при этом это получаются русские люди западного типа. Их выращивание – это длительный процесс, туда надо потратить как минимум четыре поколения, два уже прошло. Но тем не менее, если этот вопрос оставить на самотек, то вот этот отстой, куда Украину ставят, когда полностью убирают всякую промышленность, когда оставляют минимальное количество самого полезного, служебного населения для тех или иных целей, когда вот этими регуляторами повышаются всякие коммунальные платежи, уровень жизни удорожается, и это прежде всего направлено на то, чтобы резко сократить население, особенно старшего поколения, то есть людей, которые родились в Советском Союзе. Это вот люди, которым 50, 60, 70 и так далее. Этот балласт нужно зачистить. То происходит вот эта ситуация, когда эту территорию для чего-то реально готовят. Но чтобы этот процесс шел более управляемо, а Украина, мы с вами эту поговорку знаем, там, где три украинца, там сразу четыре гетьмана. Нужно было в элиты, понятное дело, что это все происходит на всех уровнях, но в верхний этаж управления нужно вбросить такие дрожжи, которые бы позволили сделать вот такой вот маневр, когда можно обрезать основную массу элит, которые тянут Украину в разные стороны. То есть лебедь, рак и щука с Украины получается достаточно затянутая история, ни войны, ни мира. Куда мы идем, ничего не понятно. И вот для того, чтобы навести порядок в верхнем этаже, туда надо вбросить человека, который сразу же перехватит управление, сразу же привлечет себе внимание, станет центральной фигурой в СМИ. А если посчитать медийные бюджеты, потраченные на этого человека, то, собственно говоря, этот управленческий маневр становится понятным. И вот в результате вот этого всего нам с вами, во-первых, мы живем в пограничной зоне, мы с вами знаем Украину изнутри. Вот здесь нам с вами стоит подумать относительно того, чтобы помочь людям, живущим там, которые являются по самоидентификации такими же, как и мы. А я вам скажу, что их там немало, вот уж точно не меньше половины населения. Просто эти люди остались сами по себе. Такой эксперимент. Россию отодвинули, сделали из нее образ врага, а все, что происходит внутри этого котла, этого периметра, достаточно сложно понять. В промежутке, например, там, ну, неделя, год, еще более-менее понятно, а что закладывается в планах 5, 10, 15 лет, просчитать достаточно сложно. И, соответственно, элиты, которые могут, например, перехватить управление в другую сторону, там напрочь отсутствуют. И вот здесь помощь, хотя бы интеллектуальная, духовная, молитвенная, практически нужна, потому что без этого мы можем Украину потерять надолго. А это, на самом деле, если учесть, что она еще и территория как рассадник бандеровцев, то есть людей, убивших в себе русского, и после этого идущего убивать всех русских, то вот этот рассадник бандеровцев, это источник войны в Европе, ну, навсегда. То есть эти люди, которые имеют историю взаимоотношений с русскими, имеют историю взаимоотношений кровавую с поляками, это такой ударный молот, а не будем забывать, что Савченко – это бандеровка, на ней негде ставить клейма. Вот этот молот выращивается, вот эти боевые псы выращиваются специально для того, чтобы в какой-то прекрасный момент ударить либо против России, либо против Польши, а может быть и сразу и в обе стороны. Это такая, знаете себе, Веймарская республика, Германия образца 1933 года, которую вот сейчас закладывают на территорию Украины. И нам с вами нужно думать относительно того, что предпринять в ответ. Понятное дело, что мы всегда как бы отвечаем на вызовы среды, но нам нужно не только предпринять с точки зрения работы с населением на территории Украины, но и предпринять с точки зрения того, чтобы нарисовать картинку будущего на уровне мечты, на уровне манифеста, которая бы, например, могла пресечь вот эти попытки превращения Украины в малонаселенный регион, пригодный для переселения европейцев и американцев, либо других народов, которые подыскивают себе анклавы для переселения. И вот это вот достаточно большая глобальная проблема на ближайшее десятилетие. Над ней нам с вами стоит подумать. Еще одна тема, которую я хочу сегодня коснуться, она, в общем-то, связана с социальными сетями, где мы с вами живем, где мы с вами пишем, читаем, собственно говоря, даже узнаем новости из социальных сетей, потому что там перепощиваются и ролики, и выпуски новостей из телевизора, и обсуждаются различные новости. И вот в последнее время вот мы производим мониторинг определенный, какие новости, какие информационные атаки, против чего. Вот Савченко вызвала такую бурю эмоций, вот поездка Путина на Афон вызвала такую достаточно активные споры. Но появился определенный вал материалов, которые с земли люди, журналисты или просто блогеры, они начинают, знаете, нагнетать обстановку, связанную с тем, что, ну, коррупция там, недостатки управления на местах это общее место, причем не только в России, но и в Украине, да и, собственно говоря, и в других странах. Но интонация, с которой это производится, то есть статьи, которые пишутся, фотографии того, что там или в одном, или в другом месте что-то не слава богу, что, например, там заповедные зоны отводятся под другие цели и так далее, и так далее. И я хочу обратить внимание, что все эти материалы, которые люди пишут в социальных сетях, они всегда начинаются примерно такими лицемерными словами. Нужно, чтобы вмешался Путин, причем, знаете, такое запонебратское, Путин, разберись, восклицательный знак. Ведь у нас остался один единственный ресурс, это доверие крымчан. Правда лицемерно, да? То есть других ресурсов у нас нет, вот только доверие крымчан. Я к чему обращаю на это внимание? Дело в том, что поскольку мы мониторим социальные сети и обращаем внимание не только на то, по-статистически, то есть кто что начинает писать, какая волна образуется, но еще и отслеживаем источник, откуда это все происходит. И вот эти источники, они на самом деле напрямую связаны с блогерскими центрами, которые с вечера на утро, особенно с воскресенья на понедельник или с субботы на воскресенье, раздают технические задания, о чем писать. А эти технические задания непосредственно связаны с брифами, которые пишут определенные подразделения информационных войск и Британской империи, и других западных стран, и немецкой разведки, и так далее, и так далее. Я не хочу сказать, что люди работают на иностранной разведке, я хочу сказать, что их используют в темную, на эмоциональном надломе. То есть все очень плохо, возникает истерика, люди возбуждаются, если у них есть какая-то аудитория, они начинают писать всевозможные вещи. В чем вред таких вещей? Дело в том, что если взять систему управления общества, вот мы с вами люди на земле, вот у нас есть определенные органы государственной власти на этой территории, у нас есть силовые ведомства, Федеральная служба безопасности, прокуратура, Следственный комитет, у нас есть органы, которым мы по закону об обращении граждан можем обращаться. Так вот я хочу сказать, что граждане у нас никуда не обращаются, никогда не пишут, или почти никогда, только если уж сильно припечет, и кто-то подскажет, не пишут заявление или обращение граждан за своей подписью с дельным изложением, что не так, куда не так, и фактически не участвуют в юридической части решения вопроса. Они участвуют только в прыгании через голову, то есть они не используют все данные законодательством, возможности для решения всех вопросов на этой территории. Они сразу прыгают через этаж, они сразу создают провокационные нагнетения общественного мнения, ну типа все органы управления, которые на земле, они недееспособны, давайте мы-ка подключим центральные органы управления, чтобы они сюда делегировали людей и навели порядок. Это называется подготовка к государственному перевороту. Вообще-то так. Если взять по системе управления, то людей, которые лицемерно кричат, что ничего не работает, мы везде писали, они на самом деле лгут. Никто никуда ничего не писал. Особенно если учесть, как правильно писать. То есть если у вас существует какое-то событие на вашей территории, где есть признаки коррупции, где есть признаки превышения служебных полномочий, где есть бесправие, беззаконие, либо нарушение какого-либо законодательства, то хочу обратить внимание, что прежде чем поднимать истерику на всю Ивановскую и рассказывать, что все пропало, кругом одни враги, и обращаться в верхние органы управления, нужно сделать всего лишь навсего несколько шагов. Открыть закон об обращении граждан и написать эти обращения, если есть фактаж, если есть, например, признаки нарушения определенных законов. Понятное дело, что люди на земле могут быть юридически неграмотны, но для этого существуют на вашей территории, в ваших населенных пунктах всевозможные общественные организации. Существуют организации, которые по вашему обращению могут написать такие обращения уже от общественной организации. Они могут, у них в составе есть юристы, которые могут это сделать правильно, И они, у нас жизнь общественная, она имеет заявительный характер. Когда вы по документообороту обращаетесь в органы, уполномоченные решать такие вопросы, это решается вот так вот, на раз, два, три, и совершенно без проблем. Но когда вы, даже не попробовав этого пути, и крича налево и направо, что это не работает, хотя попробовать стоит, это работает еще и как. Причем это работает на порядок лучше, чем в той же Украине, например. Сделать этот, пройти этот путь, и тогда вы можете не только публиковать фотографии, что там какие-то земельные участки, там отнимаются не по целевому назначению, либо еще что-то, но вы можете туда и приложить ваши ксерокопии или фотографии ваших документооборота с этими государственными учреждениями. А это по эффективности. На порядок круче, чем поднимать волну, возбуждать людей, у которых либо с сердцем что-то, либо они начинают бежать в аптеку. Создается общее информационное поле, что все пропало, а это не так. И получается, что, ну, был бы я, например, там резидентом британской разведки на территории Республики Крым, то я бы только таких идиотов и искал, и, собственно говоря, даже заряжал кого-то деньгами для того, чтобы поднимать вот эту истерию. Уважаемые граждане, обращаю внимание, прежде всего надо держать строй. Мы живем в очень непростое время. И прежде чем вы пишете всякие истерические посты о том или о сем, причем очень часто это происходит в результате перепоста. То есть кто-то написал, вы это перепостили, снабдили своей эмоциональной надстройкой, получается усиление вот этого негатива. В результате через пятого, через шестого человека, который это размещает у себя в ленте, волна начинает, ну, просто колбасить людей. Некоторые пенсионеры начинают там на такси вызывать сердечное, некоторых приходится спасать. И в результате получается информационное поле, что все очень плохо. На самом деле все не очень плохо. На самом деле юридическая неграмотность населения – это одна часть. А есть еще и провокаторы, которые этим занимаются систематически. Поэтому, как только вы увидите в социальных сетях пост истерический, эмоциональный, который говорит о том, что все пропало, и в самом начале, в самой верхней части этого текста, там, где тема заявляется, сразу есть обращение к Путину там, или к Шойгу, или сразу к верхним уровням управления, то понимаете, что этот человек, ну, или дурак, или человек в темную работает на людей, которые дестабилизируют обстановку. Я понимаю, что на самом деле не все, слава богу, на земле. Это все понятно, все прекрасно. Но для того, чтобы не обрушить страну и не сделать так, как на Украине, стоит включить верхнюю часть туловища и подумать, как правильно разрулить управленческий, какой ход дать какой информации, для того, чтобы вопрос решить и страну не обрушить. А это, между прочим, взаимосвязанные вещи. Я, когда вчера написал рассуждение по этому поводу, ко мне сразу обратилось несколько активистов за разъяснениями, а как же делать народный контроль, а как же напрягать власть, ведь она ж ничего не делает и так далее, и так далее, прежде всего во главе угла стоят вопросы государственной безопасности. А все остальное я задал каждому конкретный вопрос. Никто никуда обращение не писал, согласно закону об обращении граждан, и юридически правильный путь не прошел. Вот, собственно говоря, и есть ответ на вопрос. Самое главное, не быть вписанным в чужие сценарии, в чужие игры. Вот такой вот понедельничный выпуск информационной войны. Неделя будет насыщенная событиями. Мы вступаем в достаточно жаркое лето. Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин